Здравствуйте! Я Святослав Савенков. Рад приветствовать вас в нашей студии. Вы смотрите передачу «Разберемся», совместный проект Одинцовского телевидения и Одинцовской общественной палаты. Вместе мы стараемся разобраться с наиболее актуальными и важными вопросами и проблемами жителей нашего с вами района. Тема сегодняшней передачи – это работа управляющих компаний в нашем Одинцовском районе. Если у вас имеются какие-либо вопросы или предложения, вы можете позвонить нам в прямой эфир, телефон 508-86-84, задать вопрос специалистам за общественной палаты, и мы вместе постараемся со всем разобраться. А я представляю вам сегодняшних наших гостей – Андрей Александрович Блащинский, председатель комиссии по ЖКХ, а также Анатолий Викторович Коровин, который является, насколько я понимаю, экспертом, консультантом именно данной комиссии. Правильно? Именно данной комиссии. Прекрасно. Ну что ж, я обоих вас сегодня приветствую. Рад, что вы к нам сегодня приехали. Вопросы ЖКХ всегда были у нас актуальными, а управляющая компания – это то, о чем говорят, в общем-то, все и везде. Давайте мы тогда, Андрей Александрович, как с председателем, с вами в первую очередь поговорим. Какова вообще ситуация с управляющими компаниями в нашем районе? Добрый вечер. Вы знаете, Святослав, на мой взгляд, Одинцовский район, он один из благополучных районов, где и контроль за управляющими компаниями налажен в должной степени, и в принципе работы управляющей компании, ну, скажем так, они сносные. Больших проблем с управляющими компаниями, которые работают на сегодняшний день, по данным общественной палаты, в частности, комиссии, которую я возглавляю, нет. А в принципе обращения есть с какими-то жалобами, вопросами именно по поводу работах имеются? Вы знаете, у нас комиссия такая, в которую есть обращения всегда, и очень по многим вопросам, и мы стараемся оперативно реагировать на эти вопросы. Ну, конечно же, так как комиссия у меня профильная, то у нас в основном обращения по работе управляющих компаний, по предоставлению услуг управляющими компаниями, и все, что смежное с этим направлением. А случалось вот на сегодняшний день, фактически у нас новый набор общественной палаты уже практически 9 месяцев работает, случались именно обращения, которые действительно выявляли какие-либо проблемы, или по большей части это вот какие-то консультационные вопросы? Ну, вы знаете, проблем в сфере ЖКХ всегда хватало, хватает и хватать будет, потому что это напрямую связано с каждодневной жизнью граждан и в целом, и в частности Одинцовского района. Мы работаем с управляющими компаниями, вы знаете, на сегодняшний день, ну, не наверное, а точно, можно сказать, что выстроена вертикаль, по которой идет общение как с руководством района, так и с главами поселений, и также с руководителями управляющих компаний. Поэтому очень многие вопросы мы решаем по звонку, не нужна эта долгая переписка и вот эта нервозность для решения того или иного вопроса. А насколько все-таки вот вам идут навстречу именно сотрудники управляющих компаний, насколько они понимают ту работу, которую именно вы выполняете? Вы знаете, есть такая поговорка, открывают те двери, в которые стучатся. Мы стучим очень настойчиво. Поэтому, ну, противодействие общественной палате по не то, что выявлению каких-то недостатков, ведь мы же созданы не для того, чтобы кого-то наказывать. Мы созданы для того, чтобы помогать и управляющим компаниям, и жителям Одинцовского района понимать друг друга. Зачастую обращения в общественную палату происходят, ну, такие, которые управляющая компания в принципе осилить не может. И мы разъясняем жителям, что эти вопросы не входят в компетенцию управляющей компании. Скажите, а может ли в принципе общественная палата и в принципе общественная организация нашего района как-то посодействовать уровню вот грамотности населения, как-то разъяснить им через средства массовой информации, раздачей там листов, я не знаю, любими другими акциями, да, все-таки какие-то основные базисные правила работы управляющих компаний, да и в принципе основы жилищно-коммунального хозяйства? Чтобы не было вот этих лишних нервотрепок, чтобы не было звонков по достаточно очевидным темам и так далее. Ну, вы знаете, очень и своевременный, и наболевший, в принципе глобальный, я бы сказал, вопрос, потому что зачастую обращения в общественную палату происходят тогда, когда обращаться в принципе не стоит. Если бы граждане были юридически грамотные в теме ЖКХ, они бы эти вопросы решали сами намного быстрее. На сегодняшний день в профильной комиссии общественной палаты Московской области готовится проект по проведению вебинаров дистанционно для обучения в том числе и сотрудников, работников, если так можно сказать, членов общественной палаты по повышению грамотности по системе ЖКХ. Я так понимаю, судя по названию, это у нас будет использоваться технологией интернета, да? Совершенно верно. В основном, именно обучение таким образом будет осуществляться. Да. В количество, скажем так, в состав этих людей входим, и мы вон здесь присутствующие. Поэтому будет проводиться обучение, и в дальнейшем мы можем обучать, ну, мы и сейчас и помогаем, и объясняем. Ну, вот комплексное обучение и повышение грамотности по линии ЖКХ, жителей Одинцовского района в частности, оно будет более систематизировано, и, конечно же, людям будет житься легче. А давайте тогда об этом поподробнее поговорим. Мне вот не совсем понятно. Вот скажите, сколько именно от нашей комиссии, я же понимаю, это инициатива именно подмосковной общественной палаты, правильно? Ну, вы знаете, правильнее было бы сказать, что это инициатива граждан, которые устали не понимать, за что они платят, на что они имеют право. Именно в организаторском плане, это общественная палата Московской области организует. Вот сколько человек именно от нашего района, да, едет на эти семинары? Ну, не едет, а собирается в них участвовать, да? От Одинцовского района подано 6 человек. 6 заявок? Да. Они уже, я понимаю, утверждены там? Ну, вы знаете, такого утверждения нет, если кто-то хочет присоединиться к этой команде людей, то, пожалуйста, обращайтесь в комиссию по ЖКХ, мы не то что рассмотрим, мы прорекомендуем в общественную палату Московской области профильную комиссию. Это дистанционно, то есть здесь никаких затрат не надо, кроме времени. А вот в эти 6 человек, кто в них входит все-таки? Это специалисты в вопросе ЖКХ или это просто желающие действительно как-то повысить свои грамотности, уровни грамотности? Здесь входят и специалисты по системе ЖКХ, имеющие не один год опыт работы в этой сфере. Ну, то есть сотрудники, в том числе, а не сотрудники, члены общественной палаты в данном случае, да? Да. И входят просто инициативные люди, которые постоянно взаимодействуют с комиссией ЖКХ общественной палаты в частности, с общественной палатой в общем. Просто неравнодушные люди, которые не являются ни членами-консультантами, ни членами общественной палаты. Ну, я так понимаю, с вами работают, то есть вы их знаете, в общем-то, и своего рода поручиться за них вы можете, да? Совершенно верно. Ну, я так понимаю, смотрите, у нас получается, что 6 человек едут, ну, не едут, опять же, собираются участвовать в этих семинарах, однако живет у нас в районе далеко не 6 человек. Все-таки вот как эти люди собираются действительно кого-то обучать? Это же вряд ли будет на улице, там, методом подхода, да, различных фокус-групп. Конечно, дело в том, что подход к этой проблеме, он комплексный. 6 человек, это 5 человек или 26 человек, знаете, это не столь важно по одной простой причине. Это происходит дистанционно, и материалы, которые даются этим людям, эти люди готовы распространять дальше. А вот мне интересно, как они это будут делать? Все-таки вот методика и работа этих шестерых людей, да, с остальным населением района, как будет выглядеть? Ну, как правило, вот в понимании профильной комиссии, то есть моей комиссии в общественной палате, мы собираемся работать с представителями Совета домов, которые во многом созданы. Там, где не созданы, мы будем работать с местными администрациями, там есть профильные комитеты ЖКХ. Будем не то что искать, а будем получать информацию по инициативным группам, инициативным людям. То ли мы будем собирать их, это вопрос еще в стадии обсуждения, то ли мы будем по средствам той же связи интернет, электронной почте. То есть информацию мы донесем, это однозначно. Я спрашиваю, потому что вот создается впечатление, что одна из основных задач именно этой программы, это подготовка людей, которые в дальнейшем не будут с этим сакральным знанием там сидеть у себя на диване, да, будут это знание нести в общество, да. Поэтому мне как раз и было интересно, какие у нас каналы распространения данной информации будут. Имеются какие-то вот планы, может быть, по работе со средствами массовой информации или иной формы работы? Знаете, планы у нас грандиозные, мы пытаемся объять необъятные, ну, что-то получается, что-то нет, но такой важный вопрос, как информирование граждан и обучение, наверное, громко будет сказано, все-таки информирование граждан по линии ЖКХ, мы будем использовать все доступные методы для оповещения граждан Одинцовского района. Ну что же, давайте мы потихонечку перейдем к вопросам конкретно. Мы говорили о том, что управляющие компании в нашем районе работают по-разному, а все-таки имеется ли какая-либо линейка критериев, да, по которым управляющие компании оцениваются, по которым можно вынести суждение, хорошо она работает или плохо? Ну, безусловно, эти критерии есть в понимании повседневной жизни. Они, может быть, где-то не прописаны по линии общественных палат, как Московской области, так и Одинцовского района, но понимание, как должна работать управляющая компания, либо как она работать не должна, конечно же, есть и у нас, и у граждан. На сегодняшний день готовятся критерии, ну, скажем так, чтобы они все были более-менее одинаковые по всей Московской области, и по этим критериям будет проводиться оценка. Пока мы собираем статистические данные, количество управляющих компаний Одинцовского района, количество обращений. То есть какая-то базовая информация, на которую потом сможете вы надстроить, да, вот эти критерии? Скажите, управляющая компания ведь наверняка каким-либо образом мониторится на уровне муниципалитетов или на уровне государства. Можете ли вы опыт именно вот этот федеральный или муниципальный перенять? Ну, вы знаете, слово мониторинг, оно такое обширное. Мы достаточно плотно работаем из горжилой инспекции по обращениям граждан, потому что, в принципе, делаем одну работу. Поэтому все эти критерии и оценки – это комплекс неких мероприятий, которые на сегодняшний день прорабатываются. Пока, как я сказал, мы собираем чисто статистическую информацию, сколько управляющих компаний, сколько было обращений к нам в общественную палату граждан в отношении этих управляющих компаний, в государственную жилищную инспекцию, в управление ЖКХ Денцовского района и по поселениям городским, сельским районам. Ну что ж, Анатолий Викторович, давайте мы с вами тоже поговорим. Я так понимаю, как человек, который, в общем-то, занимается этим вопросом, вы можете рассказать, в чем необходимость непосредственно подобного мониторинга, почему именно в такой форме решили вы его проводить. И поговорим мы об этом сразу после того, как примем звонок от нашего телезрителя. А здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас слушаем. Здравствуйте, Святослав, здравствуйте, уважаемые гости, члены общественной палаты. Меня зовут Евгений, хотел бы такой вопрос по поводу, вот, что касается уборки территории придомовых. Так. Евгений, а можно вас попросить назвать нам адрес, да, вот каких-то улиц, которые не убираются, и название управляющей компании, о которой вы сейчас говорите? Адрес территории назвать, да? Да-да-да, который вот как раз не убирается, как вы говорите. Ну, по поводу Чистякова, вот улица, дом 86. А управляющая компания это? Home Credit. Home Service, по-моему. Home Service, да. Ну, вы видите, уже, оказывается, клиент известен, что называется. Ну что, спасибо за этот звонок, Евгений. Действительно, может быть, имеется вот уже сейчас какая-то информация по этому поводу? Можно я отвечу на этот вопрос? Конечно. Существуют меры административного воздействия на такие компании, которые не хотят надлежащим образом выполнять свои обязанности. То есть, хотелось бы посоветовать жителям обраститься в гос.адм.технадзор, который находится на улице Молодежной, дом 18. Пожалуйста. Или можете в интернете набрать, и там все доступы можете в электронном виде отправить. Но вообще это вы сказали, значит, город Одинцово, улица Молодежная, дом 18. Дом 18, да. Ну, можно сейчас средства телекоммуникации у нас очень развиты. Пожалуйста, в интернет-обращение, согласно законодательству Российской Федерации, тоже у нас принимается. То есть, я понимаю, видите, тут даже ситуация с тем складывается, что компания, в общем-то, говорит, что территория не ее. То есть, даже такая вот ситуация складывается, да? Есть одно маленькое такая есть ремарка. Дело в том, что, я точно не помню, но, по-моему, входит дом 86. Дело в том, что администрации городского поселения Одинцово был объявлен открытый конкурс по отбору управляющей компании по улицам Чистяковой в Новой Трехгорке и Кутузовской. Поэтому, я думаю, что в ближайшее время там произойдет смена управляющей компании. И надеюсь, что все наладится. В любом случае... Ну, я так понимаю, в любом случае, вы со своей стороны, как председатель комиссии, возьмете этот вопрос на карандаш, что называется. По меньшей мере, можете позвонить им, да, и узнать все-таки, как у них проходит ситуация. Давайте мы примем тогда еще один звоночек от наших телезрителей. Мы вас слушаем. Здравствуйте. Мы вас слушаем. Алло. Здравствуйте. Меня зовут Ирина Николаевна, год Одинцова. Квартира у нас муниципальная, но в январе месяце в платежку внесли новую строку. Называется она наем. И, значит, там оплата за квадратный метр так же, как у собственников жилья. То есть, они платят за капитальный ремонт, являясь собственниками. Нам включили эту строку. Мы собственниками не являемся. Квартира муниципальная. Почему мы должны платить? Если можно вас попросить, еще раз адрес вы ее называли. Маковского 12. А, Маковского 12. А управляющая компания какая у вас? ЗАО «Кадомсервис». Они мне ответили, что, значит, эта строка митина на основании решения Совета депутатов от 24 декабря номер 1 до 8, вот на основании этого решения нам внесли эту плату. Нас предварительно не предупреждали, не оповещали. Это решение не обсуждалось ни с населением и так далее. И мало того, у нас есть договор социального найма, в котором указано, что капитальный ремонт должна производить управляющая компания. Мы таких обязанностей не несем по этому договору. К нему прилагается еще договор на осложнение жилого помещения, в котором перечислены все строки, за которые мы должны платить. За них мы платим. Скажите, а можно узнать, какова сумма непосредственно вот этой строки дополнительной? Сколько вам приходится платить? 7,80 за один квадратный метр. Так же, как за капитальный ремонт квартиры, которые находятся в собственности. Но мы стосниками не являемся. Квартира у нас муниципальная. Ну что ж, действительно, ситуация весьма непонятная. По меньшей мере, я думаю, управляющая компания должна была разъяснить вам ситуацию. Насколько я понимаю, все-таки это дополнительные деньги. Надо отчетность какую-либо предоставлять. Спасибо вам за этот звонок. Имеется ли какое-то хотя бы предположение, что там происходит? Ну, вы знаете, по моей информации, насколько я знаю, решением Совета депутатов городского поселения Одинцова подобные платы утверждены только двум компаниям. Это муниципальная унитарная МУП УЖХ. И вот вторую, к сожалению. Трансинжстрой. Трансинжстрой, да, совершенно верно. Все остальное, если вам говорят управляющие компании о том, что данные платежи утверждены решением Совета депутатов, на мой взгляд, и я практически в этом уверен, является ложью. Но я так понимаю, в любом случае нужно проверить эту ситуацию. Однозначно, да. Мы включимся в это. Можно посмотреть просто это решение Совета депутатов, если они там включены в приложение. Где все очень просто и понятно, да. Ну, я сомневаюсь. Но я так понимаю, вы все равно собираетесь работать теперь, я так понимаю, с этой компанией, по меньшей мере, опять же, звонок должен быть какой-то контрольный, правильно? Мы работаем со всеми компаниями. Я уже не раз говорил, что для общественной палаты все равно, какая это управляющая компания. Большая, маленькая, муниципальная, государственная или частная. Если она некачественно предоставляет услуги, либо вводит своих жителей в заблуждение, мы всегда включимся и расставим точки над «и». Ну что ж, по всей видимости, действительно, тема ЖКХ у нас достаточно горячая, даже несмотря на достаточно холодную зиму. У нас еще один звонок от наших зрителей. Давайте послушаем. Мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Это в Комсомольской 3, один слово, Александр. У меня такой вопросик. Вы по ЖКХ, да, я только включил. Да, все верно, ЖКХ сегодня обсуждали. Вот у нас с июня месяца в платежке вписан подогрев горящей воды. Это что такое, как и в связи с чем, как может подогреваться горячая вода? Хорошо, спасибо за этот звонок. Подогрев горячей воды. Ну, если хотите, могу я ответить. Конечно, да. Можете, вы, могу я. Да, ну, мы считаем, что включение строки «подогрев» горячей воды является, ну, не совсем законной, потому что в правилах предоставления коммунальных услуг нигде такого не написано, извините. Поэтому данным гражданам можно только посоветовать обратиться в суд. То есть в судебном порядке решать... А вы сами будете как-то вот в досудебном порядке, по меньшей мере, прояснять позицию компания? В досудебном порядке эти потребители коммунальных услуг имеют право обратиться в свою компанию, управляющую с требованием прекратить включать строку «подогрев». У меня одно дополнение есть. Вы, пожалуйста, уважаемый зритель, посмотрите, исчезли ли в вашем платежном документе строка «горячая вода» в принципе. Если у вас есть строка «холодная вода» и «подогрев горячей воды», но у вас нет строки «горячая вода», да, ГВС? То, возможно, это переименование банальное. То, да. Может быть, у вас сумма осталась та же, просто поменялись статьи. И я думаю, что нет смысла затевать весь этот сыр-бор. Ну что ж, давайте мы тогда вернемся к теме мониторинга, который собирались проводить по поводу как раз-таки работы управляющих компаний. Я вас слушаю. Мониторинг управляющих организаций для того и нужно проводить, чтобы узнать, в какой степени они оказывают ли услуги население надлежащего качества, либо ненадлежащего качества. В связи с этим пробудется мониторинг. А в какой форме именно где и как это будет проходить? Ну, как сказал Андрей Александрович, сейчас подготавливается шесть человек, которые, я думаю, будут заниматься этим мониторингом. Ну, есть маленькое, опять же, дополнение. То есть это, своего рода, интегрированная система получается, да? Да, эти шесть человек включительно, потому что мониторингом управляющей работы управляющих компаний будет заниматься вся комиссия. Более того, я думаю, что мы будем просить даже комиссии, которые входят в общественную палату, нам помогать. То есть, своего рода такая рабочая группа будет создана? Работа эта громадная, вы же понимаете, нам нужно будет провести мониторинг всех управляющих компаний без остатка, которые будут на момент проведения мониторинга в Одинцовском районе. Нужно будет опросить достаточно много людей, это будет анонимно. Поэтому здесь работа громадная, глобальная, и мы будем ее делать, и ее обязательно сделаем. Порядка 700 компаний, да, в Одинцовском районе. Ну, работа действительно огромная, да. Ну что ж, Анатолий Викторович, я благодарю, что вы сегодня поучаствовали в нашей беседе. Я предлагаю, уважаемые зрители, сейчас посмотреть сюжет о ситуации, которая как раз-таки с управляющей компанией возникла в нашем районе. Речь идет об управляющей компании Дубки, которая была заменена недавно на другую управляющую компанию. Давайте посмотрим сюжет моей коллеги Марии Шматковой и поймем, что же там произошло. 31 января в 10 часов утра в микрорайоне собрались представители администрации лесного городка, Рэб-Жаворонки, правоохранительные органы, народная дружина. Все, кроме руководителя управляющей компании Дубки. Передачу жилых домов новым хозяевам они решили игнорировать. Представители УК Дубки обязались в течение месяца передать документацию, но отказались прибыть сегодня на снятие показаний общедомовых приборов. Сейчас мы их здесь не наблюдаем, поэтому придется нам замки менять, демонтировать замки, заходить и снимать показания приборов учета и опломбировать. Члены общественной палаты Денцовского района не остались безучастными к происходящему. Жалобы на работу управляющей компании Дубки от жителей этого микрорайона поступали регулярно. Кто бы сюда не пришел и кто бы здесь не осуществлял уборку, мы будем держать руку на пульсе, а при необходимости и на горле недопрабрядачных управляющих компаний, чтобы жителям жилось комфортно и уютно в нашем районе. Сменить замки и приступить к обслуживанию жилых домов для РЭП Жаворонки не составит большого труда. За плечами опыт работы, квалифицированный персонал и закон. Пока муниципальной компании переданы семь домов, остальные на очереди. Уже сегодня мы заключили все договора с ресурсоснабжающими предприятиями, поэтому уже набрали штат людей, то есть люди не заметят перемены. Все, что изменится, это мы через месяц выставим новые платежки. Жители микрорайона искренне рады, что их дома после пяти лет войны частных управляющих компаний наконец переходят в крепкие и надежные руки муниципального предприятия РЭП Жаворонки. Я хочу, чтобы мой дом принадлежал к муниципальной компании, а не к частной компании. Я надеюсь, мы какой-то порядок наведем. РЭП Жаворонки начинает работу в поселке Мнисок с чистого листа. Взыскать долг с управляющей компанией Дубки в размере 44 миллионов рублей еще предстоит. Ресурсно-оснабжающие организации готовы к новому бою. Администрация района и общественная палата будут внимательно отслеживать развитие этой ситуации. Ну что ж, вот такая ситуация сложилась вокруг управляющей компании Дубки. Теперь уже имеет смысл говорить не о них, конечно, а о их преемнике в данном конкретном участке, а речь идет о компании Жаворонки. И сегодня у нас в гостях заместитель генерального директора ОАО РЭП Жаворонки Федор Алексеевич Ушанов. Федор Алексеевич, здравствуйте. Мы сейчас с вами поговорим о ситуации, которая сложилась после того, как примем еще один звонок от нашего телезрителя. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас слушаем. Здравствуйте. Меня зовут Павел, я житель Одинцова. Мне бы хотелось вот такой вопрос задать, вот он такой достаточно уже наболевший. То есть, смотрите, вот я проживаю в адресе улицы Маковского, дом 12. Женщина звонила для меня, вот это, наверное, уже наболевший дом для вас. И мне еще такой вопрос. Сейчас, как бы, в зимний период достаточно все спокойно. А как только наступает тепло, весенний, летний период, осенний период, у нас происходят странные вещи. У нас, ну, вот аккурат, раз в неделю вывешивается объявление о том, что у нас будет тридцать и горячая вода. Вот. Это связано, как я понимаю, связано с тем, что в нашем доме привозят какие-то сантехнические работы, даже кто-то где-то кому-то что-то может. Ну, страдают от этого, соответственно, люди. Смотрите, у меня, я, как бы, много детей у меня, и у меня спруга, вот, где нужно ребенка, соответственно, как бы, обслужить. Вот. И, соответственно, нет горячей воды. Знаете, вот что в таком случае делать? Раз в неделю это происходит обязательно вот. А надолго отключают, скажите? А что-что? Надолго ли отключают у вас воду? Ну, на полдня, как говорится. На полдня. Говорят, что с десяти, и включают, например, в четыре, в пять вечера. Ну, в общем, до начала вечернего периода у вас воды, получается, нет. Да, ну, люди, которые работают, ну, я понимаю, это нормально, да. Вот если я, например, как бизнесмен, часто хожусь дома, поэтому мне это совершенно неудобно. Ну, что ж, Павел, спасибо за этот звонок. Действительно, довольно странная, на мой взгляд, ситуация. Как вы можете, Андрей Александрович, прокомментировать? Это опять с нашего Маковского 12. Ну, я понял. Прокомментировать можно только однозначно, что это безобразие. Потому что настолько часто отключать горячую воду, я не удивлюсь, если и перерасчет не был сделан. Обратитесь, конечно, в управляющую компанию, обращайтесь к нам. Мы всегда рассмотрим, поможем. У нас есть специалисты, которые помогут и добиться перерасчета за непредоставленную слову. Ну, как раз-таки обычное обращение в прямом эфире мы и воспринимаем, да, как обращение в общественную палату. Так что как раз у вас здесь есть благородная почва сегодня по поводу этого адреса этой компании на такую хорошую твердую работу. Отработаем, наладим. Ну что ж, Федор Алексеевич, давайте с вами мы тогда начнем сегодня разговаривать. Итак, что за ситуация случилась с Дубками? Почему решили сменить компанию? Решили сменить компанию в ходе внепланной проверки. Жилищная инспекция по внепланной проверке проводилась по вопросу проверки легитимности или законности управления управляющей компанией Дубки домами по улице Дружба. На основании этого было выписано предписание администрации городского поселения Лесной городок об необходимости проведения конкурса по отбору управляющей компанией, которая должна управлять данными домами. Конкурс состоялся. На данный момент конкурс выиграл управляющая компанией Жаворонки. Сейчас мы управляем семи домами на улице Дружба. Вы сказали, что инспекцию на легитимность руководства этой территории на Дубками компания не прошла. Все-таки в чем это выражается? У нее закончился банально заключенный контракт или имеются какие-либо нарушения? Скорее всего, закончился контракт и имеются нарушения в представленных документах по проведению общих собраний инициаторами данных собраний. Скажите, вот теперь, когда ваша компания взяла на себя ответственность за этот участок, что изменится непосредственно для жителей этих домов? Для жителей уже изменилось, потому что по итогам конкурса и по результатам конкурса заключен договор управления с администрацией городского поселения Лесной городок. И по итогам конкурса снизился тариф на содержание и ремонт, текущий ремонт общего имущества. А можно конкретно цифрой назвать? Цифру. На данный момент тариф на содержание и текущий ремонт одного квадратного метра составляет 30 рублей 42 копейки. А раньше это было? А раньше было выше, в пределах 31 рубля. То есть, по сути, для жителей именно этих домов на данный момент изменения заключаются только в понижении тарифной ставки? Не только в понижении, а в качестве представления услуг. А могут уже на каком-то примере жители сравнить, как было и как стало? Естественно, что да, наверное. Святослав, может быть, я включусь в вашу беседу? Да, конечно, прошу, прошу. Дело в том, что мы, когда начинали разговор, я сказал, что Одинцовский район, он относительно спокоен по возмущениям жителей в отношении работы управляющих компаний. Так вот, одна из наболевших тем по обращениям жителей действительно была управляющая компания Дубки. К нам в общественную палату с начала года поступило порядка, может быть, даже более 10, я точно не могу сказать, порядка 10 обращений на качество предоставляемых услуг. Мы не раз, я лично, и выезжали мы с представителями общественной палаты и общественниками, выезжали на встречу с Алябьевым Альбертом Анатольевичем, главой лесного городка. И он всеми, скажем так, руками и фибрами души готов был включиться в эту работу и помочь жителям жить спокойно и получать качественные коммунальные услуги, что и было сделано. Поэтому на сегодняшний день пришла муниципальная компания управляющая, конечно, это намного стабильнее, чем частные. Я ни в коем случае не хочу навести тень на какие-то частные управляющие компании, которые добросовестно выполняют свои обязанности. Но все же, я считаю, что для района и для жителей спокойнее, когда коммунальные услуги предоставляет та компания, на которую есть действенный рычаг. Такая вот ситуация, да? Я считаю, что да. Ну что ж, Федор Алексеевич, давайте мы вернемся к вопросу. Я спрашивал, вот есть ли какая-то конкретная разница, которую сейчас жители могут оценить, что было до и что стало теперь. Я думаю, что снижение тарифа это такой результативный метод. И как бы остались, набор услуг по содержанию и текущей ремонту остался такой же, как и в предыдущей управляющей компании. Но работы получается, что выполняется за меньшую плату. А какие конкретно дома сейчас перешли под вашу ответственность? Под нашим управлением сейчас находятся дома, расположенные по адресу поселок Несок, улица Дружбы, дом номер 1, 5, 8, 13, 15, 17 и 10. А шестой дом? И шестой, да. И шестой, да. Скажите, а вот между окончанием срока договора, который имелся у духов, и началом вот этого конкурса на новую управляющую компанию, какой там примерно период времени был? Ну, жилищный год согласит так, что по истечении года администрация должна объявить открытый конкурс по отбору управляющих компаний, если собственники не примут или не изберут управляющих компаний, не изберут общий способ управления. Ну, то есть, я так понимаю, там порядка года был срок, судя по вашему ответу. А кто в течение этого года занимался именно... Управляющей компанией Дубки. То есть, несмотря на завершение это самое, они по законодательству должны были, и они обеспечили эту обязанность, соответственно, за свой счет? За счет собственников. За счет собственников. Ну, что ж, у меня тогда еще один будет, Андрей Александрович, вопрос к вам. Касается он советов домов. Мы с вами затрагивали тему того, что, в общем-то говоря, повышение грамотности населения будет осуществляться путем работы вот этих вот шести человек, которые будут проходить, соответственно, семинары Московской области, Общественная палата Московской области. А насколько плотно вы собираете, в принципе, работать с советом домов? Ведь, насколько я понимаю, это самые такие базовые ячейки общества, которые, собственно, с ЖКХ напрямую всегда имеют какое-либо отношение. Вопрос понятен. Я в начале передачи говорил, что мы после того, как пройдет, эти вебинары пройдут, и данные, скажем так, будут получены, мы будем достаточно плотно общаться с администрациями городских сельских поселений на предмет, ну, не то что рекомендации, а на предмет получения информации по вот этим советам дома, советам домов. Вот. И мы уже тогда будем собирать их территориально, к примеру, там, сельское поселение Жаворонки, сельское поселение, городское поселение, лесной городок. Будем искать место, то ли это будет в администрации поселения, на территории которых находятся... Это уже вопрос, я так понимаю, договора с конкретными администрациями конкретных городских поселений. Совершенно верно. Да. И будем проводить там эти уже семинары, я думаю, либо так, либо мы будем просто делиться той информацией, которая будет получена. Будем обмениваться опытом и надеяться на лучшее, правильно? Совершенно верно. Ну что ж, Андрей Александрович, Федор Алексеевич, я очень благодарен, что вы к нам сегодня приехали, мы разобрались, слава богу, наконец, ситуацию с дубками, действительно, очень большое количество объявлений было, хорошо, что Жаворонки прислали, в общем-то говоря, действительно, полномочного человека, который прояснил многие вопросы. Уважаемые телезрители, сегодня вы смотрели передачу, которая посвящалась работе управляющих компаний в нашем Одинцовском районе. Если у вас имеются какие-либо вопросы или предложения, звоните нам в течение недели, телефон 508-86-84. Кроме того, вы можете воспользоваться формой обратной связи на официальном сайте Общественной палаты Одинцовского муниципального района или написать на электронную почту. С вами был Святослав Савенков, увидимся через неделю. Субтитры подогнал «Симон»